здравствуйте мои дорогие я снова рада видеть вас на своем канале ну что девчоночки сегодня новый урок поехали сегодня мы с вами сделаем наращивание новому клиенту всегда для всех мастеров новый клиент это такой себе небольшой стресс потому что вы человека не знаете вы не знаете что ему предложить вы не знаете что ему можно было бы сделать вы не знаете вообще этого человека в принципе а когда еще и человек не знает чего хочет это становится вообще очень и очень сложно и так в данном случае у меня клиентка которая пришла ко мне с парк с короткими квадратами ей захотелось сначала попробовать что-нибудь новенькое мы ей перепилили ноготочки на миндалики выложили красивые миндалики но потом в процессе работы я поняла что ей категорически не нравится и мне пришлось добавлять все 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 боковушки для того чтобы из красивых выложенных миндаликов сделать опять тот квадратик которому она привыкла и до фокус я в этой работе кажется совсем не поймала куда-то он убежал но тем не менее а задача этого мастер-класса дать вам понять что в моделировании ничего абсолютно страшного нет то есть мы выложили миндали мы человеку показали как на его руках будут выглядеть миндали человек посмотрел ему не понравилось у меня заняло ровно пять минут чтобы исправить эту ситуацию единственное что мы потом с этой клиенткой еще долго приноравливались к длине потому что ее ноготочек по моему личному мнению требует немножечко большей длины для того чтобы смотреться изящнее для того чтобы быть потоньше поинтереснее ей же с такой длиной опять же не удобно поэтому длину мы с ней перепиливали несколько раз пока не добились того варианта с которым и ей удобно и ногти красивые то есть нашли такой себе компромисс между ее желаниями и ее потребностями и моим предложением как же можно сделать лучше на ее руках и как обычно на пили явно лишний материал я снимаю при помощи фрезера все остальное буду допиливаться пилочкой и 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 Продолжение следует... Еще один довольно-таки сложный получился момент в работе конкретно с этим человеком. Человек не носит дизайн в принципе никакой, никогда ее бесит дизайн на ее руках. Но ко мне без дизайна люди не ходят. Я не беру людей, которые дизайн не делают. Потому что, ну а что я вам на канале, во-первых, показывать буду, а во-вторых, я ногти наращиваю для того, чтобы на них рисовать, а не для того, чтобы ногти сделать. Поэтому путем долгих уговоров, путем компромиссов, путем ультиматумов мы добились такого результата, что мы сделали и дизайн, вроде бы который, и показать вроде бы как не стыдно, и в то же время такой, чтобы он нас не бесил. Итак, как же мы вышли из этой ситуации? В процессе общения с этой клиенткой буквально за первые 15 минут работы я услышала от нее фразу, что у меня большие руки, наверное, раз 15. То есть я для себя сделала вывод, что у человека практически комплекс по поводу того, что у него большие руки, что у нее что-то с руками не в порядке, и она эти руки, которые по ее личному мнению большие, хотя по факту обыкновенные, пытается спрятать куда-нибудь подальше. И именно из этих соображений она не любит и не делает дизайн, потому что дизайн всегда привлекает внимание. И по психологическим меркам, опять же, зачем человеку лишнее внимание к той части тела, которая ему подсознательно не нравится? Да, то есть зачем привлекать внимание к, по ее мнению, большим рукам? Но в то же время ко мне без дизайна ходить нельзя. Ну, это правило, это вот это неоспоримое правило. Я без дизайна людей не беру. То есть если без дизайна должно быть что-то очень интересное с руками, чтобы меня это вдохновило работать, либо дизайн хоть какой-нибудь, две полоски, три точки, но нарисовать необходимо. Поэтому в качестве компромиссного решения я добавила в цвет того, то, на котором мы покрасили ногти, в этот же красный я добавила буквально капелюшечку белого цвета. Сейчас у вас на камере этот цвет смотрится намного ярче и светлее, чем он был в жизни. У меня на самом деле в жизни это практически сливающийся с покрытием дизайн. То есть он вроде бы как и есть, но его практически нет. То есть его практически не видно. С расстояния 50 сантиметров руки уже не видно, что там что-то нарисовано вообще в принципе. И далее мы вырисовываем вензелюшки. Опять же, что-то очень нежное, очень такое минималистичное, совсем-совсем немножечко, так, чтобы нашего клиента не бесило. Ну, а бесило-не бесило я узнаю или не узнаю при следующем визите. Пока эта клиентка не записалась, не знаю, придет ли вообще. Если ей и с таким дизайном будет совсем некомфортно, то, скорее всего, и не придет, ну, потому что, ну, не работаю я без дизайна. Ну, зачем мне делать ногти без дизайна, если я их делать не хочу? Ну, а если придет, то вот это можно будет записать плюсиком в мои личные победы. И мы с этим человеком будем работать и дальше будем развивать вот такие вот либо совсем светлые, совсем нюдовые дизайны, которые практически не видно, либо мы с человеком поработаем с ее психологической вавкой, приучимся к тому, что руки у нас замечательнейшие, очень красивые, ничего большого в наших руках нет, руки потрясающе красивые, смотрите, какие красивые пальцы, это очень красивые руки, ногтевое ложе красивое. Вот я ее либо в этом убедю, и мы будем рисовать красивенные большие дизайны, ну, либо, либо, наверное, мы все-таки не сработаемся, что, в принципе, как по мне, скорее всего. Но в любом случае, из этой ситуации можно сделать следующий вывод, что мастер маникюра должен быть не только мастером, он должен не только хорошо делать свою работу, а иногда даже хорошо выполненная работа не настолько важна, сколько важно психологические какие-то приемы работы с клиентом. Психология в нашей работе это прям очень и очень важная вещь. Какие бы кривые, косые ногти вы не делали, если человеку с вами комфортно, если ему есть о чем с вами поговорить, если вы его понимаете психологически, вы с ним сходитесь во мнениях, он будет к вам ходить веками практически. Ну, а если с вами не комфортно, или если вы ругаетесь вот в таких моментах, как вкус, цвет покрытия, наличие или отсутствие дизайна ногтей, как в данном случае, то, к сожалению, этот человек к вам ходить не будет, какие бы ровные, идеальные ногти вы бы не делали, с каким бы вылизанным маникюром, и как бы это только не выглядело. Если человеку некомфортно носить дизайн, то он не будет ходить к тому мастеру, который без дизайна клиентов не отпускает. Это проверено тоже уже большими годами практики. Поэтому, собственно говоря, в данном мастер-классе мы не делали чего-то особенного в качестве работы, мы не делали чего-то прям сверхъестественного в качестве дизайна, мы не сделали вообще, в принципе, ничего сверхъестественного, но мы подняли очень важную в работе мастера тему. И мне очень интересно почитать в комментариях, какие сложности возникали у вас с какими-то клиентками, какие трения, какие моменты, что у вас не получалось. Поэтому с удовольствием пообщаюсь с вами в комментариях. У меня же на сегодня все. Всем до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok